андрей медонос из японии с американской базы южный остров кстати не всем нравится вообще что и не всем японцам нравится что американцы у них здесь поселились вообще пооткрывали тут баз военных ходят бродят тут что-то многие больше хотели бы россию тут видеть и с русскими дружить на американской базе в японии андрей медонос партнеры пригласили японцы м o дам значит который медом моим торгу здесь не помню ну я не долго думаю вот на базу заехала американскую японцы тут ещё сюда заезжают вы удивлитесь и для чего не сюда заезжают вход не мусора вы заезжают на американскую базу мусор выкидывает мешками тюками собирает потом на базу и здесь не надо не сортировать ничего американцам скидывать вот они орут здесь все по-английски тут Вот у них корабли стоят. И, значит, бегал по этим базам, снимал видео и вел репортаж. И снимал я там все. И по авианосцам бегал. И, значит, там, ну, ходил, так важно. Незаметно снимал, незаметно так, знаете, держу. Ну, видели, наверное, это мои ролики в Ютубе. Так, незаметно снимал, хожу, снимаю, значит, два раза меня арестовывали. Хочу вам сказать. Два раза меня арестовывали, забирали до выяснения, значит, кто такой, разведка русская или что это. А мне, значит, мой японец, ну, к которому я приехал туда, партнер мой, он меня пригласил, вообще, мой партнер пригласил, говорит, посмотри, там, сделаешь рекламу на телевидении с ним и так далее. Значит, я в Варенках такой прилетел, вообще интересно, с самолета выхожу, но это отдельная история. Рассказываю про американские базы. Вот, я его попросил, завези меня на американскую базу и покажи мне, как туда пройти. Незаметно вот этого прошел и снимал там видео, значит. Кстати, японцам тоже эти базы очень интересны, для чего они нужны. Там, это тоже хохма, это вообще отдельная. Вот. Меня два раза арестовывали, отбирали полностью мой, значит, весь фотоаппарат. Вот это вот до выяснения всех обстоятельств у меня отняли американцы, вот эти службы военные, у меня отняли все мое оборудование. Фотоаппарат, просто Canon такое видео снимает. И GoPro я снимал. GoPro у меня осталось, потому что камера маленькая, я ее как бы смог так припрятать. Ну, спрятать кое-куда у меня было место. А фотоаппарат у меня забрали. На фотоаппарат я тоже снимал видео, значит, вот эти корабли, авианосцы, вот. И это все у меня конфисковали. Значит, после того, когда он мне дал телефон, то есть японец, мой партнер, он мне дал телефон и говорит, вот эту кнопку одну нажимай, и я сразу приезжаю. Ну, то есть вызов там, он мне показал, как работает, вызов нажимаю, и он приезжает. Я ему говорю, где нахожусь, он приезжает. Вот я ему нажимаю кнопку, на авиабазе нахожусь. То есть меня, короче, схватили американцы. Он такой приезжает ко мне туда, значит, и меня выручает. Объясняет этим американцам, ну, значит, им объясняет это, что, значит, я пасечник вообще. Просто пасечник деревенский с тайги там, ну, то есть вообще, причем без образования в тайге, без света жил, 10 лет жил без света. Он, он им объясняет, что он свет в мою деревню оплатил, провели свет, там, наладили более-менее какую-то цивилизацию, там, знаете, хоть так что-то мы там, как говорится, узнали, значит, о политике, о политике мы там стали узнавать. А так вообще не знали даже, какая власть не знали, нам все равно было наплевать. Вот. И он это все им объяснял, ну, там, час-два, сколько-то времени. Они куда-то звонили, что-то там в интернете набирали, набирали, там, значит, щелкали, и в конце концов меня отпускали. Но камеру оставили себе. И вот сейчас, спустя год, он мне, значит, по скайпу мы с ним общаемся, и он мне говорит, что вот этот вот фотоаппарат ему вернули, позвонили год спустя, позвонили с американской базы, и сказали, значит, забери вот этот фотоаппарат, заедь. Как только, значит, с чем это связано? Именно после того, вот что самое интересное, ему позвонили и сказали забрать фотоаппарат именно после того, как выбрали Дональда Трампа. То есть вот именно вот только его выбрали, буквально через три дня уже позвонили, все, у нас меняется обстановка, заберите, пожалуйста, вот этот фотоаппарат, там, приедем, ну, ему там на английском, на японском, как они там общаются мне, это все равно, я вообще, ни английский, ни японский, я вообще не знаю, русский-то и то, кое-как. А хакасский, вот, чулымский язык, это нормально владеем. То есть, вот, и он туда приехал, все, Дональда Трампа выбрали, фотоаппарат отдал. Ну, и что самое интересное, что там остались вот эти видео, в этом фотоаппарате остались вот эти видео, и теперь я, значит, вот это видео буду публиковать, как я там, как некий пасечник, ну, то есть, Андрей Медонос, пасечник, пчеловод, бегал по американским базам и снимал видео. Так что, вот, следующий ролик мой там, или, может быть, через два ролика, через три, я подготовлю все это вот так, самые интересные места, короче, повырезаю все это вот так вот, значит, настыкую это вот видео. Ну, это не я делаю, это сын мой делает. Вот это видео с американской базы, мы заново его, в общем, сложим, это видео, в один такой коротенький фильм интересный. Ну, что получится там, знаете. Если кто-то будет считать, что как-то плохо что-то там отснято, или я там не так комментирую, ну, пожалуйста, флаг в руки вам, сходите на американскую базу, снимите получше, как у вас получится. Может, у вас интереснее тогда получится, чем у меня, более опытно. А я-то что, у меня опыт только в пчелах, понимаете, и там, ну, в свиньях, как свиней растить. А как на американских базах снимать, у меня опыта нету, но я его набираюсь, этого опыта, учусь, значит, снимаю инкогнито, причем я на базе нахожусь инкогнито, понимаете, не по приглашению. Вот это вот тоже немаловажный такой факт интересный, что инкогнито, да, инкогнито быть именно на американской базе. То есть ходить, снимать, спортзалы, кухни, авиалайне, авианоции их, там, как они вооружены, смотреть везде, заходить. Ну, знаете, забавная такая история. Вот, так что выкладываем видео. Андрей Медонос на американской базе. Или так, невероятные приключения Андрея Медоноса на американских базах в Японии. Заходите на сайт, значит, и знакомьтесь с нашей продукцией. Моей и этого удивительно малочисленного народа, проживающего в Сибири. Причем в такой глубине сибирской тайги, где и я тоже вырос, родился, и отец мой, и дед. А прадед тот уже был у нас, значит, с Белоруссии мой прадед был. Специально пришел, поселился в Сибири, еще до революции, еще до Столыпинской реформы. Так ему здесь понравилось, в общем. Занимался вот с чулымцами, он с этими, раньше их называли Исачные, Хакасы, занимался с ними бортьеводством, учился от них бортьеводству, а их учил, наоборот, в стационарной пасеке. Так, ну не про это. Заходите к нам на сайт, знакомьтесь с нашей продукцией. Кому интересно, значит, выбирайте. Ну, в первую очередь, мед. Меда, кстати, мало. Мед у нас имеет такую привычку кончаться, потому что продаем мы остатки меда от того, что осталось от японцев, немножко оставляем, а так вперед на 2-3 года у нас расписано, японцы все забирают, все выгребают себе в Японию. Потом, значит, чай, это Эрбен, Тугустон, это все хакасские чаи именно вот этого вот народа малочисленного. Всем привет, Андрей Медонос, хозяйка Тайди снимает, вот дома у нас находимся, да. Деревня Пасечная, Тюхтетский район. Японская песня, караоке, называется «Нет зонта». То есть смысл такой песни, что на улице жарко, солнце светит, жара, а зонт не взял, и все, кожа горит, кожа горит, загорает, зонта нет, я сгорю, сгорю под солнцем, под этим, а зонта нет. Но очень трогательная песня, значит, японец забыл зонт дома, и на улице тепло, жарко, зонта нет. И все, из-за этого, значит, получается, значит, загар, загар, загар и загорит, и будет похож на чернорабочего, а это нежелательное. Вот даже показывают сейчас на видео, что, значит, титры идут на японском. Солнечная погода, очень яркая солнечная погода, погода ясная, и он не может прийти, потому что нету зонта. То есть не сможет он к любимой прийти, потому что нет зонта, он не сможет прийти к любимой. Гореть под солнцем от жары, сгорать, кожа лопается, пузырится, коричневый загар. Вообще для японцев это великий позор быть загорелым. Это очень плохо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!